добрый день всем как я обещал в последнем своем рассказе про прицеп z1 рассказать про модернизации следующий значит прицеп который мы сделали он получил более мощную раму более энергоемкую мощную подвеску калитку ну и кое-какие мелочи я вам сейчас подробненько расскажу вот он прицеп за мной значит что сразу бросается в глаза то что рама не имеет хребта она сделана из вот такой вот трубы дальше он этот прицеп оборудован тормозной системой инерционного типа стойка опорная ящик достаточно большой он с автомобильным уплотнением принципе все осталось как и на предыдущем прицепе огромный ящик в принципе из расчета два газовых баллона и генератор бак для воды соответственно есть куда кинуть насос погружной и для слива воды кран тик вот ступеньки крылья они жестко приварены к раме здесь мы видим мало листовые рессоры в принципе прицеп легкий соответственно поставили две двух листовую рессору и и хватило за глаза значит вот видно что на этом прицепе вот такая хитрая ось v-образная вот она ну честно говоря как оказалось то по сути баловство которое особо не нужно то есть это мы хотели понюхать как говорится попробовать что из себя она представляет мы видели на одной из зарисовок американского прицепа ну в общем не для нас не для российских условий может быть в магадане где используют колеса начиная от 36 до то есть это называется внедорожник магадане тогда может быть актуально вот эти большие все просветы в нашей средней полосе когда колеса начинается от 30 третьих но в общем не знаю наверное нет смысла так отвлекся калитка вот здесь на этом прицепе впервые мы сделали калитку с нашей символикой с названием прицепа противооткатные башмаки все осталось оптика уже светодиодная значит здесь но основные фары это противотуманка и аналогичное место есть для фонаря заднего хода он такой же по посадке калитка весьма штука мощная здесь вот улавливающие конусы которые в принципе всю нагрузку то и сглаживает так примерзла раз откроем калитка немножко вот так вот это выглядит в открытом положении ремень удерживающий стояночные упор и вот потому что калитка сзади дает вес приличный вместе запаска плюс еще сюда будут ставиться две канистры вот то есть нагрузка сзади будет большая поэтому стояночные упоры нужны как для разгрузки погрузки ну и также во время стояния лагеря когда нужно чтобы прицеп не шатался значит паркоп сохранился но теперь появилась возможность откидывать бород полностью вертикально то есть ничего этого мешаться не будет то есть можно скинуть карабины и борт опустить вниз вот такой вот большой грузовой отсек багажник и переборки для которых точнее на который можно крепить шансовый инструмент столешницы все что угодно значит еще один у нас прицеп в работе в нем будут перегородки для распределения груза значит сюда будет ставится столешница который крепится будет вот как раз сверху и на калитке будет канистры вот об этом прицепе я расскажу чуть позже так ну и затравочка как всегда небольшая вот такой прицепчик о нем я расскажу тоже чуть позже ну что ж наверно и все об этом простом прицепе до новых встреч и помните что в с с Продолжение следует...